добро пожаловать на самую большую на ю тубе подборку разбору задач с параметром в плейлисте разобрано уже больше ста задач поэтому обязательно переходите и смотрите сегодня будем разбирать вот такую задачу в которой совершается одна достаточно популярная ошибка именно на ней хочу сосредоточиться и прежде чем перейдем к разбору напомню что 16 по 29 мая проходит мой спидран по второй части это большой мега интенсив по подготовке собственно к второй части и гэпа повторению систематизации всего что у нас будет на иго и будем очень много внимания удивлять оформлению разберем варианты дальнего востока и в целом чтобы попасть в общем на спидран приходите на телеграм-канал его без боли там все подробности там цена там расписание и так далее в общем как записаться тоже информация там и так давайте посмотрим вот такую задачу эта задача из варианта из значит из лицея вышки насколько я понял лежит на сайте лари на этот вариант в целом советую весь вариант посмотреть он очень интересный очень полезный есть некоторые такие вот идеи которые забываются наверное уже последние годы скажем так но в общем очень важные смотрите здесь у нас задача которая в целом очевидно да решается через замену видимо да то есть чтобы нам здесь было удобнее все преобразовать мы будем делать замену и вот какую частую ошибку совершают люди вот ведем замену т равно 2 в степени минус x квадрат и собственно рассмотрим вот такой вот неравенство т квадрат плюс от и до минуса квадрат делить на давайте кстати от вот это вот корня из квадрата знаменатель избавимся у нас здесь знаменатель будет просто модуль т плюс а минус один меньше равно 0 и вот начинают собственно рассуждение да то есть понятно что здесь у нас опять же модуль на знак никак не влияет он даже в ноль не может неравенство обратить в стоит знаменателя значит все это неравенство равносильно тому что у нас на числитель меньше равен нуля кстати он на множители раскладываются просто в два счета т плюс 2 а на т минус а меньше равно 0 и собственно знаменатель просто должен быть не равен нулю то есть т не равно 1 минус а да вот такое вот преобразование получается такой равносильный переход и все вот понимают как это делать и потом почему-то начинают вот это решать на отрезке от 1 до 2 но у нас же отрезок поэтому логично да вот это вот неравенство решать на отрезке от 1 до 2 а здесь прям задание написано что неравенство должно выполняться для любого x из отрезка от 1 до 2 до а у нас вообще-то не x от и теперь новые переменные и вот здесь что нужно обязательно проделать если x принадлежит отрезку от 1 до 2 нужно сказать то ну что это означает 1 меньше равно x меньше равно 2 давайте x квадрат посмотрим где лежит x квадрат нас лежит от 1 соответственно до 4 кстати просто вот так вот брать возводить в квадрат двойного неравенства нельзя это может привести к ошибке то если у вас хотя бы 1 1 1 из границ будет отрицательная да может привести к ошибке поэтому обязательно внимательно смотрите что у вас здесь у меня здесь все положительно поэтому я свободно возвожу это в квадрат если бы у меня было например от минус 4 до допустим до 3 лежит x и я бы все это возвел в квадрат я бы получил полный бред 16 меньше равно чем x квадрат меньше равно чем 9 до 16 я получаю меньше 9 это бред такого не может быть поэтому внимательно смотрите когда вы возводите в квадрат такие вещи итак x квадрат у нас от одного до четырех лежит соответственно минус x квадрат от минус 1 до минус 4 да давайте это запишу вот в таком порядке минус 4 меньше равно минус x квадрат меньше равно минус 1 и соответственно 2 в степени минус x квадрат уже лежит от 1 16 до собственно 1 2 и поэтому мы вот это вот неравенство решаем уже на отрезке от 1,16 до 1,2. От 1,16 до 1,2. То есть мы ищем теперь А, для каждого из которых такая система выполнена для любого Т из такого промежутка. Все, то есть вот у нас теперь какая новая задача. То есть в чем мораль? Еще раз, какая ошибка совершается? После замены очень многие продолжают решать на промежутке для старой переменной. А если вы сделали замену, то нужно переформулировать задачу и обязательно на новом промежутке решать задачу новую, относительно новой переменной. И вот давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну здесь очень простое квадратное неравенство. Понятно, что его решение от корня до корня будет валяться. Единственное, непонятно, вот у меня же минус 2А и А. Непонятно, как эти корни относительно друг друга расположены. То есть я вот это сейчас, да, нарисовал. Но это ведь только для ситуации, когда у нас А положительное. Поэтому разбиваем все на случаи. Говорим, первый случай. Если А положительное, то у меня вот такие вот корни. У меня вот такие вот корни. Решение от минус 2А до А. Если А равно нулю во втором случае, то у нас получается Т квадрат меньше равно нуля, Т равно нулю, да, и не для всех Т от 1,16 до 1,2 выполняется. То есть так это нам не подходит. И давайте сразу же третий случай тоже запишем, что если А у нас отрицательный, что происходит при отрицательном А? У меня вот эти числа местами меняются. и получается, что у нас будет, значит, ответом отрезок от минус А до 2А, да, вот этот вот отрезок. То есть получается, да, такой отрезок. И что мы хотим? Значит, в этой ситуации мы хотим, чтобы для всех Т от 1,16 до 1,2 выполнялась неравенство. А что это означает? Это означает, что отрезок от 1,16 до 1,2 он фактически должен оказаться внутри вот такого отрезка, являющегося решением. Ну, может быть, что-то может совпасть у нас с границей, да, то есть может 1,2 здесь оказаться, но я пока нарисую это вот здесь. То есть у нас вот этот отрезочек должен оказаться внутри. И когда это выполняется? Смотрите, здесь еще не забываем, что у нас Т не равно 1,2, да. Чтобы это все выполнялось, у нас еще 1,2 должно оказаться за отрезком. То есть выколотая точка где-нибудь здесь, например, или где-нибудь здесь, но ни в коем случае не внутри отрезка от 1,16 до 1,2. То есть, что я говорю? Я говорю, что у меня, значит, левый конец отрезка, который является ответом, да, в целом, от минус 2а до а, вот этот отрезок у нас является ответом. Левый конец должен быть не правее, чем 1,16. Правый конец должен быть не левее, чем 1,2, да, не менее, чем 1,2. То есть, если у меня а окажется здесь, то все, в общем, не получилось у нас при всех а, при всех т от таких вот решить от неравенства. И еще очень важно, что вот эта выколотая точка находится за этим отрезком. Как мне записать, что она за отрезком находится? У меня 1 минус а должно быть либо больше 1,2, либо, соответственно, меньше 1,16. Это у нас в совокупности, а все вот это у нас вместе выполняется в системе. Итак, давайте решим. Значит, здесь я, поделив на минус 2, получу, что а находится у нас, значит, на луче, да, а больше равно чем минус 1,32, да, а больше равно 1,2 остается в конце концов, потому что, ну, в общем, это условие сильнее. И здесь у нас совокупность, значит, какая? А у нас получается меньше 1,2, и а больше, чем 15,16. Так, вот такая вот система. И давайте это все, значит, изобразим. Меньше 1,2, но больше 15,16, это вот так вот с одной стороны, да, это я решение этой совокупности изобразил. И а больше равно 1,2, это вот так вот, да, значит, решение вот этого неравенства. В 1,2 не получается решение обоих, да, ну, не то чтобы обоих неравенств, ну, короче, не получается пересечения обоих множеств, если прям красиво говорить. Вот, в общем, 1,2 не идет в ответ. В ответ идет только вот этот луч от 15,16, не включительно, до плюс бесконечности, да. Вот, от 15,16 до плюс бесконечности. Из второго случая у нас ничего в ответ не идет. Третий случай, а меньше 0, а вот здесь вот, смотрите, уже t равное 1 минус а, да, вот у нас t не равно 1 минус а же, вот, и вот такое вот число 1 минус а, оно окажется, собственно, окажется, скорее всего, за отрезком уже. Ну, ладно, давайте все равно, все равно напишем все условия. То есть у нас здесь тоже должно оказаться так, что от 1,16 до 1,2, вот этот вот отрезок, он должен быть внутри этого отрезка, да, от минуса до 2а. Значит, у нас минус а меньше равно 1,16, а 2а, точнее, больше равно 1,2. Так, и еще при этом единица минус а все так же, да, находится вне отрезка от 1,16 до 1,2. Хотя, подождите, я уже знаю, что это решается вот так. То есть я просто вот эту совокупность, получается, дописываю сюда, да, просто дописываю эту совокупность и что у нас в данном случае получается? У нас здесь будет, значит, а больше равно минус 1,16, а здесь у нас будет а больше равно 1,4. Вот, а больше равно 1,4 и все прекрасно. Получаем, что в этом случае, да, получаем, что в этом случае а больше равно 1,4... Нет, подождите-ка. У нас получается как-то не совсем так, что ли. Что-то не так пошло. А, ну, конечно, я же просто перепутал. Да, я перепутал, что у меня тут а и минус 2а. У меня было не минус а и 2а, а минус 2а и а, конечно. Значит, должно быть вот так и вот так. А меньше равно 1,16, то есть я смотрю, вообще какие-то не в попад получили значения параметра. Значит, здесь у нас а меньше равно минус 1,4. Все, выживает. А меньше равно минус 1,4. Это более сильное условие. Значит, а меньше равно минус 1,4. При этом а у нас вот такое вот. Меньше 1,2 и больше 15,16. Это вот с одной стороны. Это вот с другой стороны. Вот, и получаем, собственно, минус бесконечность, минус 1,4. Все. Собственно, все эти значения а проверяем, да? Входят в ограничение случая. Это действительно отрицательное а. Все эти значения а входят в ограничение случая. Это действительно положительное значение параметра а. Все, получается вот такой вот ответ. Такое вот, ну, несложное в целом неравенство с параметром. Еще раз, да? Что здесь надо иметь в виду? Что если у вас х лежит в таких промежутках, то новая переменная должна там лежать в какой-то... Если х лежит в таком множестве, то у новой переменной новое множество значений, да? Вот, всегда обязательно переформулируйте задачу относительно новой переменной. Давайте ответ-то все-таки запишем. У нас ответ получается от минус бесконечности до минус 1,4 включительно. И от 15,16 до плюс бесконечности. Вот. Еще раз рекомендую этот вариант. Очень хороший вариант. Лежит на сайте Ларина. Смотрите, там просто в последних вариантах он опубликован. Приходите на спидран. На спидране будем, в общем, все повторять, систематизировать. Очень много говорить об оформлении. Это 6 вебинаров по 6 часов. Кстати, спидран у меня сфокусирован именно на второй части. То есть, будем даже не просто на второй части, а на сложных задачах второй части. То есть, даже о джентльменском наборе мы будем говорить всего один вебинар. То есть, в течение одного 6-часового вебинара быстренько повторим тригонометрию неравенства и экономическую задачу. И потом уже будем прямо долго обстоятельно говорить о сложных задачах. О стереометрии, о планиметрии, о параметре и о теории чисел. Вот. Каждая из этих задач будет выделена по одному вебинару по 6 часов. Поэтому обязательно приходите. Будет очень интересно, очень полезно. В общем, до встречи на следующих разборах. Как говорят у нас в Мексике, Auf Wiedersehen. Субтитры создавал DimaTorzok